Всем привет, меня зовут Максим Епихин. В этот раз мы будем разговаривать про то, как, собственно, сделать меню, как его модернизировать, но имеется ввиду только с визуальной части, поскольку на текущий момент геймгуру не разрешает нам добавлять пункты. Ну, собственно, это тоже было бы неплохо. В конце видео я вам обещаю небольшой бонус, который поможет вам в ваших играх. В геймгуру это тоже встраивается и другие движки также. Значит, по поводу меню заходим в Files. Далее мы должны перейти в Titles Bank и выбрать Default. Вот, пожалуйста, вот все кнопки меню, которые у нас есть. Собственно, вот кнопка About, да, давайте откроем, посмотрим. Это обычное состояние кнопки, это когда мы навели мышку и аналогично для всех других кнопок. Собственно, в чем прикол? Вы можете все эти кнопки заменить как вам угодно, сделать их там окровавленными или вообще наоборот мультяшными, смотря какую игру вы делаете. Но, тем не менее, визуализировать все можно. Теперь вы, наверное, спросите, что за вот эти папки. А вот здесь начинается самый геймар. Поскольку геймгуру, ну, в этой степени, можно сказать, немного туповат. Нам нужно, в принципе, модернизировать и задний фон меню. Ну и зайдем вот в HD разрешение, да, 1280 на 720. Вот у нас есть картинка, смотрите. Это About картинка, то есть об игре, конец игры, во время загрузки, проигрыш и тайтл, заголовок, да, у нас типа меню главное. Получается, что вот эти четыре картинки отображают меню, фон имеется в виду, на разных его этапах. Соответственно, вы можете поставить одну на все, можете заменить, но обязательно должны быть все вот эти названия. About and Loading Lost Title. Иначе он просто не запустится. С этим разобрались. Остальные папки, это просто их масштаб. То есть вам еще нужно будет отмасштабировать их, например, от Lost, да, масштабировать без остановки до вот такого вот разрешения, 1920 на 1200. И только тогда, когда вы заполните все вот эти папки вот этими же файлами, то есть получается, смотрите, здесь у нас 8 папок и по 5 файлов получается. 40 фотографий, ну, фотографий, ну, 40 картинок вам нужно сделать, плюс кнопки. Тогда вы сделаете свое меню. Имеется в виду, ну, просто визуализируйте, как я тоже повторяюсь на самом деле. Вот здесь, соответственно, тоже есть меню. Это вот, смотрите, уже для игры непосредственно, как там все это было. И аналогично, ну, масштабы идут. И вот OGG Title, да, это как у нас видео идет. Собственно, ну, вы можете тоже таким же образом делать это все. Видите, это в принципе вот, смотрите, Lost, Loading, End. Просто название для уже готовой игры в GameGuru. И здесь находится стиль. Стиль по умолчанию стоит дефалт. Соответственно, можно поменять на T-Escape. И у вас будет уже стиль непосредственно вон той игры. А теперь, в принципе, мой обещанный для вас бонус. MyGui. Что это такое? Это вы можете спокойно, с помощью вот такой небольшой программки, создавать вот такие меню 3D, ну, интерфейсы вот такие, смотрите, для своих игр. Эта тема сочетается с FPS Creator, соответственно, и сочетается с GameGuru. Встраивается все очень дело просто, просто кидается это в папки. Подробные инструкции есть в About. Здесь, соответственно, есть уже какие-то сделанные проекты. Видите, как это все дело работает. Это все на вот этой системе сделано. И есть отличная вкладка документация, API Reference, пожалуйста, используйте. Соответственно, здесь как это использовать. Например, возьмем кнопки. И вот здесь непосредственно подключается библиотека. Под инклюдом, да? Который скачивается. И верстается меню, так сказать. Но здесь она уже будет готова. Вы можете, например, просто скачать версию 3.2.0 и делать свои менюшки. Вот, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Макс. Это был такой небольшой видеоурок по тому, как создать меню с бонусом непосредственно утилиты для создания. Надеюсь, он был не очень скучный и вам понравился. Еще раз всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok